Демократическая Армения, и немезис, или дуализм властей Армении. Говоря о слове дуализм, то оно имеет значение не соответствующее высказыванию слов и делам. Или проще говоря у высокопоставленных политиков, и не только, это означает политической проституцией. Чем всегда и сейчас в основном и отличались армянские политики как государственного уровня, впрочем как и остальные политики Армении. И в этом свете я всегда говорил и сейчас повторюсь, что большинству армянам верить значит себя не уважать. Потому что где появляются эти армянские горе-политики разных уровней, то там сразу начинают нести ложь, грабеж и провокации. Впрочем этим характером армяне отличались как в прошлом, так и в данное время. И в своей повседневной практике контактов с армянами, приходится часто слышать от них заявления о том, что оказывается Армения, это демократическая страна. Но на вопрос о том, как может демократическая страна устанавливать памятники своим террористам и убийцам мирных жителей, то в ответ, как всегда, армян гробовая тишина. Ну как можно ставить памятники таким террористам и убийцам типа Гаргюна по нужде, одноухому Андронику, палачу Дро, убийцы из, за угла Сагаману Тейлерину, и другим международным террористам. Вопросительный знак. И при этом на весь мир проливать, крокодиловые слезы, о, геноциде, армян 1915 года. А на запросы Турции об открытии всех архивов, то мы не услышим от армянских властей и общественности вразумительного ответа. Вот так они всю жизнь ноют и воют о своей несчастной судьбе, но никогда и ни в чем себя не видят виноватыми. Вот и сейчас Армения открыла в Ереване обелиск армянским террористам и убийцам турецких и азербайджанских государственных деятелей и дипломатов под названием Немезис. И в этом свете в соседней Армении вырисовывается довольно интересная и, можно сказать, причудливая картина. Политический дуализм, присущий внешнеполитическому вектору нынешней команды премьер-министра Никола Пашиняна, продолжает играть во вред самим армянским властям и общественности. И это — детская игра в классики, в которой в Ереване прыгают с одного нарисованного мелом на асфальте квадратика на другой в надежде добраться до конечной цели, не дают нужных результатов. Мир давно уже перестал удивляться тому, что провозглашенная Армении сбалансированная политика — ничто иное, как пародия на комедию «Слуга двух господ». А у Армении в данное время этих господ намечается аж четыре. Если не брать в расчет нынешнюю Россию, то в этом списке фаворитов Иран, Индия, США и ее старшая сестра Франция. Впрочем, следует отдать должное соседям, они внесли креативную струю в комедию, умудрившейся стать слугой тех, кто им что-то пообещает. Пусть не исполнит, но и обещание неплохо звучит. Хотя чему удивляться этим армянским кульбитам. Ведь они почти во всей своей истории всегда были у кого-то всего лишь инструментом использования. И не более того. И видимо такая же участь быть использованным, а затем стать выброшенным на обочину истории из-за ненадобности. Видимо у них судьба такая. А здесь самой большой бедой армян и даже национальной катастрофой является то, что они, зомбированные пропагандой люди, живут мыслью о том, что турецкий ятаган, в любую секунду, очечет им голову. И это даже не пропаганда, а скорее всего национальная катастрофа и шизофреническая болезнь. Но сегодня, когда приходится в политической сфере вставать на другие рельсы, отсылка к прошлому, канву которого составляет пресловутый, геноцид армян, уже не миф. А проще говоря, запредельная наглость, которая не знает пределов. И, тем не менее, армяне за неимением лучшего не собираются поставить крест на духовном скрипе. Видимо такова их карма быть вечно геноцидальным и несчастным народом. Однако проблема в том, что, геноцидный, ген, засевший в организме армянского народа глубоко и надолго, вуалирует с реальностью. А вот еще пассаж, который никак не укладывается ни в идеологию, ни в реальное положение дел в Армении. Ереван ратует за сближение с Турцией и Азербайджаном. И в то же время делает все, чтобы никакого мира не было. Но при этом власть, имущая в Армении пытается взвалить вину даже на своих. Как известно, 23 апреля, накануне празднования годовщины, геноцида армян, именно празднования, в Ереване был установлен обелиск в честь террористов, убивших государственных деятелей Османской империи и Адр. В ответ на жест поклонения армян террористам МИД Азербайджана выступил с осуждающим заявлением, а Анкара и вовсе закрыла разрешение армянам на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Глава МИД Турции Мивлют Чавушегло объяснил, что этим открытием в Ереване памятника, героям, террористических операций Немезис, армянские правители еще раз показали свой политический дуализм. Этим поступком стало все понятно. Армения на политической доске шахмат сделала свой ход. Слабенький, хиленький, или как сейчас модно говорить, стремный, но Армения сделала свой ход. И эту, стремность, в Турции пытался сгладить спикер парламента Армении Ален Симонян. Установление мемориала, героям, а по нашему террористам и убийцам, операции Немезис, не выражает официальную политику Армении и ее руководство. Об этом спикер парламента Ален Симонян заявил на брифинге в Анкаре, где он принимает участие в саммите руководителей парламентов стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. И как же эти слова спикера парламента Армении не назвать политической проституцией? И при этом на пресс-конференции заявлять, что этот шаг в постановке обелиска решения не правительства Армении, а муниполитет Еревана. Но кто поверит в то, что мэрия Еревана не согласовала это решение с правительством Армении? Вопросительный знак. Да никто. И мы граждане Азербайджана в первую очередь. Сама жизнь и последние 30 лет нам еще раз показала и доказала, что не осталось веры армянскому слову. Простому обывателю может показаться, что армянские власти не причастны к вопросу культа террористов, который был продемонстрирован городской властью Еревана. Но это циничная ложь Симоняна. И вот почему. Дело в том, что в этом шабаше нелюдей активное участие принимал вице-мэр Еревана Тигран Авенин. Член правящей партии Гражданский договор. И как вы думаете, разве в Армении, где страсти накалены до предела, может ли член партии Гражданский договор без установки кукловода пойти на шаг, который скомпрометирует партийных банзов? Ответ очевиден. Налицо традиционная армянская традиция на русский лад, я не я, корова не моя. Понятно, что при таком развитии событий представителям Армении, которым кровь из носу нужно открытие воздушного пространства Турции, готовы предать анафеме своих же соратников. Только один момент не учли цивилизованные и древнейшие армяне, что не Анкаре и тем более в Баку давным-давно армянским слезам и сказкам не верят. А вот отказ Симоняна от исполнителя правящей партии Тиграна Авиняна, ничем хорошим последнему не грозит. Слишком медийным оказался, и подставил так называемые миролюбивые планы властей. Впрочем, вышесказанное еще более убедило нас, что аксиома истина, которая не нуждается в ее доказательстве. Симонян начал со лжи, но правда ей и положит конец. Потому, все намерения армянской стороны пустить пыль в турецкий и азербайджанский глаз, обречены на провал. Тем более, что Алин, как и подавляющее большинство армян, верит в ложь о геноциде армян в Турции. А азербайджанцы, как и турки в армянские сказки не верят. И поэтому Алину Симоняну придется надеть новую маску, чтобы кого-то обдурить. Кто против геноцида армян и является предателем? Вариант 1 – Тигран Авинян. По логике Симоняна, именно Тиграну выпала честь стать стрелочником. Жаль, что сей финт не пройдет, мы вас знаем лучше, чем вы сами о себя. Вы, армяне во время правления Османской империи были названы турками Садик Милляд, в переводе «верная нация». Но вы не оправдали значение этого слова, и в тяжелейший период Османской империи ее придали, и ванзили нож в ее спину. И это было в историческом аспекте не первым вашим предательством. Вы также были вроде бы братским народом в годы СССР и азербайджанскому народу. Но вы позарившись на наши земли, и нас придали. А теперь вы хотите предать и Россию, которая фактически и создала вам республику, форпост Армению на наших землях и Реванского ханства. И в свете всех этих ваших исторических предательств задается следующий вопрос. А кого вы Армении придадите в следующий раз? Автор Габель Мирзоев. Демократическая Армения, и Немезис, или дуализм властей Армении. Говоря о слове дуализм, то оно имеет значение несоответственно.